В общем, еще раз, девочки, больше огня, задора, на вас смотрит все КБРИ, сообщество, так сказать, и вы должны не ударить в грязь лицом. Кстати, день рождения Марианы сегодня. Я поздравила уже, кстати. Отлично. Я так позвонила, так порадовала, что дали, что-то скомментировала сзади. Ну вот, читайте, обним готов. Добрый день, дорогие друзья! С вами Трёп Разработчиков, и сегодня я, можно так сказать, один, Иван Назаров, рядом с вами. Вы наверняка помните предыдущий Трёп, когда меня не было в Китеже, и мы не могли его записать. С некоторыми даже ребятами я виделся в Москве. Привет им всем. И Трёп вышел без меня, и сегодня Трёп выйдет без Марго. И это не потому, что я решил отомстить, а потому что Марго, собственно, нету с нами сейчас, к сожалению. И мы решили, подумали, что сделать этот Трёп тоже необычным, таким, с изюминкой, так сказать. Сегодня на календаре у нас, вы не поверите, 31 число, сегодня последний день весны. А значит, что завтра будет первый день лета, это значит, что завтра будет международный день защиты детей, и, наконец-таки, начнутся каникулы. В связи с этим я хочу еще раз вам всем сказать, до игры остается ровно, блин, месяц, ребята, ровно месяц. У вас есть, если вы еще не подали заявку время, подать эту заявку прямо сейчас, на нашем сайте kittish.org, в разделе ролевые игры, есть анкета для участников. Заполняете ее, присылаете на адрес kbrysobaka.ktish.org, и мы обязательно с вами свяжемся и отвечаем. Также связывайтесь со мной по телефону, если у вас возникают какие-то вопросы, 8-961-126-2707. Надеюсь, режиссер потом может вставить, кстати, эти цифры внизу, там, где-нибудь, вот, чтобы вы смогли их увидеть. Вот. И наш сегодняшний, так сказать, треп, он посвящен, опять же, грядущей игре, наступающему, наступившему уже, можно сказать, лету, окончанию учебы, радости, веселью и всему остальному. Он будет разделен на две части. Первая часть, скажем так, официальная, первая часть, первая часть официальная. Первая часть официальная, мы сделаем, я сделаю небольшой обзор событий в группе, которые случились, отвечу на какие-то ваши вопросы. Еще раз подытожу все по поводу оружия и по поводу магии, а дальше нас ждет неформальная часть, но к ней мы перейдем чуть позже. Итак, погнали. Значит, первое, что мне бы хотелось отметить, это еще раз вот пост про треп с парнями, 22 лайка, 6 перепостов, можно больше, парни, ставьте больше, пожалуйста. Вот. Мне хотелось бы отметить небольшую, так сказать, ну не знаю, перепалку, что ли, Дани Новикова и гвардейцев или не гвардейцев, в общем, там люди скрываются под никами. Друзья, если мы шутим, то мы шутим не обидно, а даже если мы шутим и обидно, то мы не обижаемся друг на друга, это вот, чтобы закрыть эту тему. Вот. Этатические ценности не переходить, так сказать, на личности и не обижать друг друга. Вот. Вообще, скажем так. Дальше. Уважаемый Глеб Панченко, человек, который пишет вопросы вне группы. Я еще раз напоминаю, у нас есть группа, в которой мы задаем вопросы, тема, простите, в которой мы задаем вопросы, и там мы принимаем эти вопросы. Но я отвечу, Глеб, тебе сейчас на эти вопросы, прямо сейчас. Итак, Глеб спрашивает, что МПЦ и язычники грызутся между собой, само собой. Будут ли разногласия между другими гильдиями? Да, возможно, будут, возможно, не будут. Об этом вы узнаете на игре, когда включится. Начнет, собственно, основной сюжет. Приезжайте. Да, еще меня, кстати, многие спрашивают, нужно ли сейчас записываться в какую-нибудь мастерскую игровую организацию? Или говорить о том, что вы хотите создать свою, или это можно сделать на игре? Сейчас не нужно записываться в мастерские игровые организации, это нужно будет сделать на игре. А сейчас можно подумать только о том, хочешь ты записаться или не хочешь. Дальше. Можно ли вырывать оружие из рук игроков? Хватать лезвие тимбары? Ну, вот сейчас, если без Стёба, то нет. Если со Стёбом, то, конечно, в общем, тоже нет. Нельзя. Вот. Нельзя хватать оружие за лезвие, если это тимбары. Если это древко, например, молото, то можно схватить за древко, попытаться. Можно ли будет кинуть в противника тимбары или ножом? Нет. Метание оружия у нас запрещено метание оружия. Так. Можно ли... Это уже Стёба Липатов спрашивает. Развешивать объявления по поводу ИО. Да, можно. Развешивай, где хочешь, как хочешь. У нас свобода слова. Андрея Цебашев спрашивает. Можно ли привести на игру пару настоящих татар? Мы многонациональное государство. И Китиша тоже многонациональное сообщество. Поэтому, да, больше татар, узбеков, калмыков, немцев, литовцев. Кого угодно. Привози. Мы всех переварим. Главное, чтобы были хорошие люди. Вот что я считаю. Фотографии очень мне не нравятся. Но я, честно, лица здесь у всех славянские, я бы сказал. Похожи на сборище... В смысле, встречу, так сказать, людей в арабских одеждах. Вот. Привозите. Если хорошие ребята, нам очень нужны. Дальше. Ничего, если я напривожу святой воды. Даня спрашивает. Ну, в смысле, ты, конечно, можешь привезти святой воды. Но она же закончится у тебя рано или поздно. Да, спокойно, друзья, спокойно. А давайте закончим рано или поздно. Поэтому, еще раз, по поводу магии. Делай свои, если ты хочешь делать свою религиозно-магическую организацию. Да, можешь делать. Если ты хочешь, чтобы не было заклинание по поводу святой воды, в принципе, возможно зарегистрироваться. Пропиши полностью магическую систему, которую ты хочешь. Приедь на игру, приставь ее в казне, эту систему. Если она будет играбельной, ты зарегистрируешь такую свою игровую организацию. И хоть обливайся святой водой. Можешь привезти с собой. Дальше. Нравится ли вам трепа, как сомонтирован предыдущий трепа, спрашивает Secret Agent. Ну, вы можете сами посмотреть результаты. Вот, мне нравится. Скорим для Норда в следующий соцопрос. Ну, я там уже все ответил. В общем, ребят, да. Короче. Иван Куликов выложил какой-то трэш. В общем, ладно. И, друзья, конечно же, без лишних слов. Шедевр Святослава. 48 лайков, можно больше. 17 перепостов можно больше, друзья. Мы помогали Святославу делать его. Мы работали над всем над этим. Но больше всего, конечно же, сделал Святослав и съемочная группа. Оцените их труд. Скоро должен появиться, если уже, когда вы смотрите это видео, если уже не появится фильм о фильме, а то, как снимали этот замечательный ролик, тоже вообще будет зашибись. И еще, кстати, мы будем... Есть еще один сюрприз. Не выпущенный фильм Святослава Морозова. Правда, на другую чуть тему. Может быть, он тоже скоро появится в нашей группе. Еще раз, да. Значит, Кирилл Панкратов. Отличная борода. Идея не нова. Мы видели это тоже в интернетах страны, такие штуки. Но исполнение клевое, если ты сделал сам. Очень здорово. Мне очень нравится. Вот. От Насти Черновой вопрос про костюм. В принципе, конечно, он антуражный. Но мы же говорим про русское средневековье. Да, там какие-то элементы стимбанка. Хотя их очень мало будет, да. Еще раз, если ты приедешь в этом костюме, мы засчитаем тебе его за гражданский костюм. Потому что ты старалась и вообще молодец. Вот. И вообще ты клевая. Вот. Но может быть что-то более средневековое. Вот. Ну, как подумать просто. Вот так скажем. Но на все остальное, в принципе, я отвечаю. И, друзья мои, еще раз хочу сказать по оружию. Многие спрашивают меня по оружию. Какое оружие будет допущено на игре? На игре будет несколько видов оружия. Сейчас я их перечислю, а вы очень внимательно их запомните. Первое оружие. Это тимбарный короткий меч. Длина лезвия, насколько я помню, не больше 90 сантиметров. 90 сантиметров длина лезвия. Больше не надо. Как сделать тимбарный меч? Есть, во-первых, можно найти в интернете, как это сделать. А во-вторых, в нашей группе, в одном из старых альманахов, я вот не помню, выложен он или нет, но можно найти, опять же, схему, как делается. Еще раз, наберите в интернете, как сделать тимбару, и там есть много подробных схем. Если вы не знаете, как ее сделать, то сделайте там. Итак, тимбарный меч. Дальше. Спрашивают меня, будут ли нерфы? Нет. Нерфов, ребят, не будет у нас как таковых. Но у нас будет пищаль. Что будет из себя представлять пищаль? Пищаль будет представлять из себя трубку, как для тимбара используется, диаметром под нерф патрон, соответственно, под его калибр. И к этой трубке необходимо сделать антуражный деревянный приклад. К трубку кладем приклад, приматываем ее проволокой или чем-то таким, и стреляет эта трубка просто духовыми снарядами. Туда, в смысле, заталкивается днерфовый патрон, и ты ее держишь так. ПЫХ! И, соответственно, снаряд достаточно далеко летит. Надеюсь, что это будет востребовано и интересно, опять же. Но, думаю, что не все, не многие сделают, но пищали, понятная вещь, редкая тогда была и дорогая достаточно. Будут ли луки? Да, будут луки разрешены, луки с натяжением не больше 12 килограммов. То есть, не мощные луки. А вот стрелы свои привозить не надо, все стрелы будут здесь на игре, нами зачипованы. Молоты. В принципе, можно, если это гуманный молот. Да, то же самое. Алибарды и всевозможные штуки такие нет-нельзя, потому что тимбарные штуки, как оказалось, тимбарные топоры и алибарды негуманные. Поэтому, вот он список оружия. Это мечи, это луки, это пищали, это, собственно, молоты. А, ну еще есть типа булавы, дубинки такие. Да, кинжалы, короткие кинжалы тоже возможны, тимбарные, но кидаться ими нельзя. Вот. Что касается про оружие, я ответил, дорогие друзья. И спасибо, что вы терпели вот эту вот официальную часть. Спасибо, что ее, так сказать, вы наконец-то дошли до нее, досмотрели. И мы перейдем к неофициальной части. И сегодня у нас в гостях. В прошлый раз мы пригласили гвардейцев к обры, мальчишек, молодцов. Я думаю, что трех с ними всем понравился. В этот раз у нас нет Марго, но я решил позвать в нашу, так сказать, студию трех замечательных представительниц женского пола, трех девиц КБРИ. Итак, дорогие друзья, первый дубль у нас не записался, ничего такого бывает, собственно. Много информации ушло в никуда, но поэтому мы решили, что девчонки разогрелись как раз. Еще раз хотелось бы их представить. Сима, Полина, Марина, да. Иван. Иван. Зуб, галь ваш. Значит, и тогда мы пойдем по такому не, так сказать, официальному пути. И хотелось бы расспросить у Симы, Сима, какая у тебя любимая песня? Ты ее поешь? Я сейчас спела ее, она напела ее или нет? Нет, моя песня это The Matrix. Группа The Matrix, Глеба Самойлова, привет. Ты можешь напеть ее нам? Нет. Почему, когда нету, так сказать, камеры, ты все время ходишь по дому и поешь эту песню? Уже зла не падает. Позвание, зомби. Клухи против бомбы. Зло против зла. Павел против козла. Павлу, кстати, вам реально тоже привет. Да. Вот. Почему тебе нравится эта песня, Сима? Не знаю. Хорошо. Ты хочешь на игре сыграть какого-нибудь зомбика? Да. Я хочу сыграть на... На нервах у игроков? На нервах у мастеров. На нервах у мастеров. На нервах у мастеров. Ты хочешь играть кромешника на игре? Покажи, как ты будешь играть кромешника. Я даже не знаю, как это показать, но я буду стим-баром бегать, покижу и все тут постить. Вот это круто, вообще огонь. Я ее уже боюсь. А мне еще с ней в классе учиться. Так, хорошо. Марин, мы, к сожалению, не так сказать, да. Но, в общем, вопрос к тебе такой. Вот мы уже говорили про твои экзамены. Я остаюсь в ЕГЭ. Что пожелаю удачи тем тоже нашим игрокам и мастерам, которые тоже сейчас дают ЕГЭ. Ребят, вы вылипли, ребят. Не, короче. Ну, удачи вам. Не знаю, Бог поможет вам, наверное. Бог простит вас, может быть. Случится правиль фан, Господи. У нас, кстати, во время по-русскому колокола закроют. Играли. Колокола играли. Они не звонили. Значит, да, всем действительно удачи. Всем, кто сдает ЕГЭ, ГИА, СОВ и прочие. Особенно по истории. Особенно, да, вообще. Кстати, кто хочет выучить историю реально и провести время с пользой, приезжайте к нам на игру. Есть еще немного заявок. У нас... Ладно, это я не буду говорить, сколько у нас игроков почти. Это конфиденциальная тайна. Но, ребятки, через неделю-две мы закрываем набор. Поэтому присылайте свои заявки. КБРИ Собака Инфо... Фу, блин. Инфо Собака КБРИ... Фу. КБРИ Собака Китеж.орг. Вот. КБРИ Собака Китеж.орг. Присылайте свои заявки туда. Анкета на нашем сайте Китеж.орг. Еще раз. Полина, привет. 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 Мы разговаривали о том, что ты два месяца... Ты просто гуляла в Москве. Я не гуляла. С Никитой Веселовым. Я лежала в больнице вообще-то. С Никитой Веселовым. Не, с Никитой Веселовым. В городе в одиночестве. Ну как в городе в одиночестве. Там еще... А как, что у тебя случилось с твоей ногой-то? Да че, 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 че-то у меня так вылетел. Кракуша чуть-чуть вставчика, я не знаю. То есть ты, вот я говорю, просто при этом, Полина просто встала со стула и у нее сломалась коленка. Я не встала со стула, я махнула ногой. Сидя на стуле. Я могу сейчас показать, как ты это сделала. Нет. Стол. Жаль, но может быть мы потом отдельно попробуем. Вот. И, ну ты вылечилась вообще? Ну, разумеется. Скажи, ты готова вообще к игре? Физически как ты? Нормально. Нормально? Я серьезно хорошо. А ты издаешь сейчас экзамены, ты учишься в восьмом классе, и издаешь экзамены экстерном, чтобы перевестись из пятого в девятый класс. Это как? Объясни, пожалуйста. А, мускочка. Мускочки, мёна. Мускочки. Мускочки. Я поняла, ребят. У меня, короче, выпула сегодня ночью. Я просто вообще нервный. Очень очень нервный. Вот. Ну, нормально. А почему ты решила вот экстерном перевестись на класс вперед? Знаешь, ну, на самом деле... Спасибо. Я только давно в вашем доме. Нет, на самом деле, если серьезно, то, короче, я на год старше того возраста, по идее, когда я должна. Потому что в школу я пошла с восьми лет. Ну, в общем. Почему это не нравилось? Пошел с восьми лет. Мам, да, хотела. Потому что такая, знаете... Палин, может, в школу? Тебе уже семь лет. Да что-то как-то неохота. Ну, будь еще... Я, кстати, хотела. Меня не пустили. Мам, спасибо. Спасибо. Что бы ты пожелала всем, кто... Ну, ладно, таких, наверное, нет среди нас. Ну, в общем, ладно. Что бы вы всем пожелали с ними давайте? Хорошо отдохнуть на дачу. А, да, кстати, как вы собираетесь провести лето, вот вопрос какой у вас будет. Весело. Что вы будете делать? Работать. 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 Кто из вас поедет... Нет, понятно, что все будут на игре и так далее. А кто из вас поедет на дачу к бабушке? Поднимите руку. А у меня дачи нет. И бабушка живет в городе. Кто поедет в город к бабушке? Я. Что вы будете делать у бабушки? У кого есть? У кого есть? У кого есть? Понятно. В общем, не важно, что вы будете делать у бабушки. Тогда у меня такой вот к вам вопрос. Сим, к тебе вопрос. Сим, рассчитываешь ли ты на игре встретить свою любовь? Любовь. Запомнили в мир. Не знаю, что еще нет. Не знаю, что еще нет. Почему? А если ты будешь на игре, и вот видишь, что идет игрок, и он поет песню. Настанье, клыки против бомбы. Ну, мне кажется, до моего уровня группа The Matrix не дорос еще никто, кроме как Илья Лакитти. Отлично, да. Вот эта фраза просто можно повторить потом отдельно где-нибудь. Но если я не люблю тебя, то я люблю тебя. Так. Отлично. Ну, в общем, друзья, на этом я думаю, что мы потихонечку будем закругляться. Или у вас есть еще какая-нибудь тема? У нас нет темы, нас сюда просто так посадили. Друзья, ваше пожелание игрокам. Приезжайте, пожалуйста. Классовое лето, хорошо сдать экзамены, если они у вас есть. Удачно провести время на игре. Да, и конечно же... Самое главное приезжать. Самое главное приезжать, потому что все клевые люди, клевые девчонки и клевые парни будут здесь. И еще раз, я хочу вам всем сказать, что я очень рад тому, что я живу в Китеже, что я служу КБРИ, служу вам, друзья. Это офигительное, на самом деле, удовольствие. И у нас реально круто. Вот что я скажу. Это не в смысле, что мы всех возьмем сейчас. Нет, мы не всех возьмем. Просто... Живите, любите, творите. Удачи. Пока. Пока. Скажите громко, пока-пока. Пока-пока. Вы можете передать воздушный посылок в камеру? Все, спасибо большое. И еще одно постскриптум, так сказать, постскриптум. Мы здесь весело чуть-чуть потупили, но я хотел бы сказать, что подготовка к игре идет полным ходом. Играет серьезное мероприятие. И на самом деле... Ну... Сейчас. На самом деле... Ну, никто не поверит. Вы же вырежете. Это не нужно, я не говорю. Вот это вот все. Так. Подготовка к игре идет полным ходом. Действительно, девчонки, помимо того, что успевают сдавать экзамены, и мальчишек, которых вы видели в прошлый раз, готовятся, рисуют. Мы сейчас будем шить костюмы. Мы будем делать дофига чего интересного. Это большой и клевый труд. Вот. И мы, собственно, делаем его для вас. Вот. Удачи вам еще раз. Приезжайте на игру. Пока-пока. Пока-пока. Привет, Иван Давыдкин, если он вдруг это посмотрит. С днем рождения!